Караганда сегодня принимает всех руководителей водоканалов страны. Впервые республиканское совещание по вопросам охраны окружающей среды решили провести в шахтерской столице. Именно здесь сочетаются аварийные водосточные сооружения и ноу-хау технологии очистки. Антон Александров продолжит тему. Весь день потратят на решение экологических вопросов. Сегодня стандарты очистки воды требуют больше, чем этого могут дать имеющиеся очистные сооружения. Подобные нарушения караются большими штрафами. Только не всегда оправданно, говорят руководители водоканалов. В наших же нормативных документах выставлены требования. Порой мы должны сбрасывать очищенные стоки по некоторым показателям чище, чем питьевая вода. Но этот дисбаланс мы, наверное, все-таки как-то должны отрегулировать в нормативной базе. Поэтому на сегодняшнее совещание приглашены представители государственных заинтересованных органов, общественных движений экологических. Представители Департамента экологии озвучивают практически сенсационные данные. Технологический ресурс водоочистных сооружений исчерпан в Абай, Топаре и поселке Южном. В Шахтинске и Саране они находятся в аварийном состоянии. В Балхаше и Приозерске практически не работают. С каждым годом на их модернизацию требуется все больше денег. Однако и те вкладываются не везде и не всегда. Я думаю, просто не добиваются таких показателей. Старые очистные сооружения, которые были спроектированы в советский период. В тот период не было таких высоких требований, какие мы предъявляем на сегодняшний день к очистке сточных вод. И зачастую проблема возникает из-за того, что долгие годы осуществлялся сброс плохо очищенных сточных вод. Водоем загрязнен на сегодняшний день. Представители иностранных компаний из России, Швейцарии, Великобритании, Франции и Австрии презентовали свои варианты модернизации очистки сточных вод в Казахстане. В Шымкенте, к примеру, австрийская компания планирует модернизировать всего лишь маленькую часть системы очистки сточных вод. Обойдется это тамошнему региону в несколько миллиардов тенге. В Караганде же уже несколько лет водный монополист восстанавливает системы очистки воды. Именно их и будут презентовывать завтра руководителям водоканала всей страны. То есть это сооружение было построено 40-50 лет и степень очистки в то время должна была быть достигнута порядка 80%. На сегодняшний день, по истечению уже какого времени, требования изменились. То есть сейчас река Сохов перешла в разряд рыбохозяйственной деятельности и, соответственно, стали требовать 100% очистки. 120 миллионов кубометров в год – такой объем стоков со всех предприятий нашей области. Поднимаемая проблема становится острее с каждым годом. Сейчас жилищно-коммунальному сектору уделяется все больше внимания. Прокладываются новые водоводы, снижаются потери, внедряются новые технологии. Все это сделать только за счет самих предприятий невозможно, говорят руководители водоканалов страны. Именно поэтому постоянно требуют поддержки. Хотя во всем этом совещании были и приятные моменты. За высокие показатели экономическая служба Караганды-СУ получила специальный сертификат от Ассоциации предприятий водоснабжения и водоотведения. Антон Александров, Дмитрий Оборок, Артем Ковалев, Пятый канал.